Сегодня я буду говорить на основе недельной главы Баалютха. И эта недельная глава очень богата. Там есть очень много событий, которые происходят. И я хочу поговорить по поводу одной темы, которую мы видим в этой главе, с разных ракурсов. И эта тема, это недовольство, жалобы. Об этом мы поговорим. Я хочу вам дать такой, краткий сначала, обзор. Есть четыре вида событий, на которые мы смотрим. Доброе первое, это как Бог призывает Аарона и говорит ему, как зажигать светильники. Сейчас пока не понятно, как это связано с какими это жалобами. Потом мы видим, как народ начинает рептать, и потом Бог наказывает их за их похоть. Потом мы видим третий случай, когда Моша приходит к Богу с жалобой, что его служение слишком тяжело для него. Он говорит, я уже не могу выдержать этот народ. И в самом конце главы мы видим, как Мириам и Аарон восстают на Моисея. И все эти события связаны один с другим. Мы увидим, какие есть причины и какие результаты каких-то претензий и жалоб к Богу. Первое событие, это когда в Скинии собрание Аарон приходит и зажигает светильники. Мы прочитали, вы можете открыть это в восьмой главе, об этом написано. И все это события, вся эта часть достаточно странная. Потому что все, что связано с светильниками, как будто не принадлежит к главе. Там есть различные события, и вдруг ни туда, ни сюда, получается, есть светильники. И тот, кто читает внимательно, возможно, обратил на это внимание. Если мы посмотрим, как заканчивается прошлая глава, мы видим, что все колена приносят свои подарки, дары перед Богом. Они приносят дары, как в знак благодарности Богу. Как жертву, которую они дают Богу. Это очень радостное событие. И я хочу, чтобы вы сейчас поставили себя на месте Аарона. Аарон стоит и смотрит, как все лидеры, не колен, а племен, приходят и приносят подарки. Но он чувствует себя в стороне. Они сейчас в метаер дворим, не помажут, что он чувствует. Я не знаю, но мы, как мы, в котором мы чувствуем, что он чувствовал. Я не могу знать, что он чувствовал, но я думаю, что бы мы чувствовали на его месте. И тогда он видит, что вот каждый приходит и приносит дары. Но он, как будто, не часть этого. И иногда в нашей жизни происходят подобные вещи. Почему он это делает? Почему выбрали его? Почему выбрали его, приблизили, дали ему что-то важное сделать? И я, как будто, остался в стороне. Я тоже один из лидеров. Я тоже один из служителей. Но почему я вдруг в стороне? Это могут быть ощущения, которые сопровождали Аарона. Это могут быть суть киньи, которая могла лицуть в нас. Возможно, это такая зависть, которая может возникнуть в нас. Когда мы видим, что что-то происходит, а мы остаемся в стороне. Я думаю, что у каждого в жизни может быть произошло подобное событие. Которая связана с служением и с приближением к Богу. Возможно, это не связанная с служением Богу, на работе, в семейной жизни, где-то в другом месте. Но мы видим, что спустя момент, Бог говорит Аарону, что ему нужно сделать. То, чему мы можем научиться, здесь не написаны какие-то жалобы Аарона. Он не подошел к Моше и не начал говорить, почему они приносят вот дары, а я стою здесь в стороне. Возможно, он не принял это близко к сердцу, ему не было больно, ему было все равно. Он хотел смотреть на Бога и даже радовался то, что другие приносят дары. И тогда Бог дает ему что-то намного больше. И здесь есть заповедь зажигать светильники. Потому что светильники это были знаком Божьего присутствия в Скинии и Собрании. То есть Аарон получает намного больше подарок, намного больше подарок, чем все лидеры колен. Он получает намного больше возможности послужить Богу и порадовать Его. И одно из тех вещей, которые я учусь для себя, не берите к сердцу такие вещи. Кого-то позвали, пригласили, меня не позвали. Не давайте этой печали войти в ваше сердце. Потому что Бог приготовил каждому из вас намного больше. Он приготовил вас для намного больше дел. Когда вы посмотрите на Бога, Он откроет вам вашу работу, ваше место. И тогда вы сможете сказать, спасибо тебе, Отец мой Небесный. Это действительно намного больше, чем я даже думал или предполагал. Естественно, что в тот момент, когда это происходит, и какие-то вещи влияют на вас, вы видите это событие, когда кто-то что-то делает, а ты нет, то это вас обижает. Но когда вы смотрите на Бога и надеетесь на Небо, и говорите, я хочу совершать твою работу, твой труд, то Бог ведет вас к чему-то намного большему. Бог говорит каждому из нас, мы свет. Мы свет этому миру. Алевии, Макоаним, они были ур, 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 лима шая Кореша, они были ур, ле Ам Исраэль. Священники и левиты были светом народу Израэля. Они были светом того, что там происходило. Ишуа сказал, что у нас есть намного больше, мы свет для всего мира. Что этот светильник будет гореть всегда. Это была его работа, следить, чтобы огонь горел всегда. И это работа наша, чтобы огонь горел всегда. Мы привезли это в море, мы приходили и подкали это в вечер. Зажигали вечером, проверяли, что огонь горел и утром тоже. Нер всегда. Вечный огонь. И это наша ответственность, чтобы эта свеча горела и зажигала все вокруг нас. Имейте это горячее желание для обновления. Чтобы Бог укрепил нас, чтобы Он обновлял нас, спросите этого. И если вы видите, замечаете, что ваша свеча вдруг начинает затухать, то нужно обновление. Нужно новый огонь. Откуда брали этот огонь? Он брали этот огонь на жертвенники. Мы можем привезти этот огонь от жертвенника самого Господа Ишуа. Откуда брали этот огонь? Еще что-то интересное. Очень многие толкователи спрашивают такой вопрос. Как стояла минура в храме? Представьте, что вот здесь находится Святой Освятых. И тогда ему нужно было поставить минуру в определенной стороне. И вопрос состоял в том, как она стоит, в дуле или поперек? Почему это было важно? Потому что если она стоит поперек, то все святильники равны. Они все находятся на одном и том же расстоянии перед Святой Освятых. Но если они стоят поперек, вдоль, то значит какая-то святая более близкая, какая-то более дальняя. Это вопрос относительно людей. Потому что мы как свечи, все ли мы равны? Или есть какой-то статус, кто-то более близко находится к Святому Святых Богу, кто-то более далеко находится. И однозначного ответа на этот вопрос нет. И мы должны понять, что все, что касается греха, все мы перед Богом равны. Вы помните, что написано? Нет иудея или язычника, нет мужского пола или женского. Это все связано с грехом. Написано, что все согрешили и все лишены Божьей славы. И если мы посмотрим на свечи, которые стоят таким образом, то да, кто-то более близко к Святому Святым, кто-то более далеко. Есть какой-то статус. Был статус у Муша, у Аарона, у Левитов, у священников. Да, есть какая-то градация. В Бритах Хадаша мы думаем что ию каэлу, что ию бамамад гадол, и ию каэлу, что икару, ахи-ахи-кактаним бамалхута шамаям. И в Новом Завете мы также учим. Сказано, что будут те, которые нарекутся великими в Царстве Небесном и которые нарекутся малейшими в Царстве Небесном. Поэтому статус и различия есть, и они будут. И также в нашей жизни нам нужно учесть это. Это был первый урок про дела Аарона. Когда ты особенный, и Бог приготовил тебе что-то особенное, что подходит именно тебе. Мы перепрыгиваем на 11 главу. И я хочу прочитать несколько стихов. Народ стал раптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Написано, что народ стал раптать. Тут на русском написано «стал раптать», а на иврите написано, что они как бы начали раптать. И то, что здесь имеется в виду, они просто начали жаловаться без причины. Мы даже не видим здесь, какая причина, на что они жаловались, зачем они жаловались. Что им было неудобно. Какая была здесь проблема, непонятно было. Но здесь то, что очень, на что обращено наше внимание, что они стали раптать вслух. они говорили плохие вещи. И мы сразу же, вот на месте, видим наказание от Бога. Что воспламенился гнев, и огонь начал истреблять край стана. Это очень странно, это еще не успело закончиться. Проходит несколько дней, и они опять начали делать то же самое. В четвертом стихе написано, «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. И с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом?» Вот просто представьте, пару дней назад произошла катастрофа. Люди увидели, как Бог просто на месте начал наказывать. А сейчас они сидят и опять делают то же самое. И когда мы посмотрим на это, скажем, ну действительно, просто сумма посходили. Но я думаю, что в нашей жизни мы часто делаем то же самое. Мы очень быстро забываем и хорошие вещи. И плохие вещи, и то наказание от Бога, которое мы заслужили. Но есть здесь очень важный момент, потому что все это начало с Сафсуфа. Были, тут написано при Шельце, скорее всего, египетяни, которые вышли вместе с израильтянами, или какие-то другие народы, и они образовали такую группу. Они начали жаловаться, и это прилипилось к евреям тоже. Хабрэ, есть дворим, что мы можем в облахе сказать, что мы можем прилипиться к нам в этом мире. Когда ты находишься в конец, люди могут начать делать дворим, сказать дворим, и это может быть надпись к нам, что мы тоже не будем в церкви. Когда ты находишься в какой-то группе, в каком-то месте, с людьми, делающими плохие дела, и то, что они делают, может спокойно прилипиться и к вам. Может быть, что они заберут, что они заберут, что они заберут, и они хотят работать это, хотят уничтожить, но потом кто-то приходит, и говорит им, вот так, 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 так. Возможно, люди помнили, что произошло пару дней назад. Они хотят измениться, но приходит кто-то, и начинает их зажигать. И это просто прилипляется к тебе. Я хочу здесь поговорить, сказать несколько пунктов, какая действительно была проблема народа. Потому что мы видим, что это не закончилось, и это опять повторяется. Некуда решена. Первый момент. Ам היה צריך לשануть это офис שלо, что он интригелил его, когда он был в рабстве. Народ должен был изменить свой характер, которому он привык, когда он был в рабстве. Потому что написано, что ему там было сложно. Их били. Они плакали Богу. Они кричали помощи. И просто подумайте, когда ты человек, у которого очень тяжелая жизнь, когда постоянно тебя унижают. Когда ты растешь, может быть, ребенком в очень плохой атмосфере дома или постоянно в жизни какие-то трудности. Это очень влияет на тебя. Это становится частью тебя, частью твоего характера. Ты плачешь и плачешь. И ты плачешь, и это справедливо, что ты плачешь. Потому что это то, что ты проходил в жизни, и по-другому невозможно. Но вот ты выходишь на свободу. Ты уже находишься в совершенно другом месте. Но этот старый характер все еще остается. Ты продолжаешь плакать о тех вещах, которых уже нет. И я не говорю о том, что плакали, о том, как там было хорошо. Об этом мы тоже поговорим. Или я говорю о том, что есть у тебя что-то вновь вновь вновь, что ты не будешь вновь и ты просто мемшишься на это. Я говорю про то, что в тебе живет этот корень, когда ты просто стал плакцой, и это сопровождает тебя всю свою жизнь. И Бог хочет изменить это. Он хочет, чтобы это с тобой уже больше не происходило. Потому что ты уже находишься в другом месте, в другом состоянии. У тебя уже нет причины плакать. У тебя уже нет причины жаловаться. Нужно изменить характер. Это первый пункт. Измени характер, измени свое мышление. Это очень важно. Второй пункт, который я думаю, что самый главный здесь, это видеть цель. Когда ты не знаешь цель, тебе всегда будет сложно. Подумайте, они вышли из рабства. И они увидели чудеса, они увидели все, что сделал Бог. Они идут по пустыне, и им сложно. Они не понимают, куда он берет их. Они не понимают, что он хочет от их жизни, и куда он хочет их привести. Я вам дам пример. Есть семья. Маленькие дети пошли в садик. Выросли, идут в школу. Первый класс, все очень радостные. Все идут с удовольствием в школу. Они повзрослели немножко, они идут радостные, хорошая атмосфера. А потом, когда уже шестой, седьмой, восьмой класс, все начинают жаловаться, не хочу я в эту школу ходить. Зачем мне это надо? Эти ужасные учителя, и столько много домашнего задания. Все это проходили, все знают. И мы тоже, когда были детьми, проходили то же самое. И тогда, задача и ответственность родителей, показать им, с какой целью они ходят в школу. Зачем тебе это нужно? И не говорить, если ты не будешь учиться, то будешь улицы подметать. Это все так любят говорить, да? Но показать что-то больше. Показать что это дает тебе. И это то, что не хватало народу. Иногда это то, что не хватает в общине или в служении. Ты собрал группу, ты что-то учишь. Месяц, два, три. И люди не понимают, что мы вообще здесь делаем. Что нам это дает? О, это да, что-то нам дает, но зачем? Какая цель? Поэтому часто мы, те, которые лидеры, должны обновлять и напоминать, какова та самая великая цель. Потому что у каждого человека есть свое призвание. И важно попытаться увидеть это призвание. Всех нас вместе. И потому что, я сейчас говорю про тех людей, которые, возможно, они не верят в Бога. То, что он уже родился в этот мир, есть для этого определенная цель. И это не ради наших похоти и желаний. Это не только для того, чтобы только получать от жизни удовольствие. Потому что мы видим, здесь ради этих удовольствий жизненных пришло большое наказание. И возможно это хорошо, когда мы можем наслаждаться тем, что Бог дает нам. Но это не цель. Но это не цель. Иногда люди зарабатывают для того, чтобы у них было больше денег, и больше они смогли наслаждаться жизнью. Но есть что-то более великое, более ценное. Ищите этого ценного, этого большого. не просто так ты здесь находишься. То, что мы можем увидеть здесь еще, когда люди говорят плохо. Бог вывел их из рабства, настоящего рабства. Из жизни, которая была очень и очень сложной. И вот они начинают вспоминать, какие там были классные вещи. Такие мы баклажаны вкусные. Какая рыба там была. А какие вообще соленые огурчики там были. Когда я водкой их закусывал, и такие друзья, которых здесь нет. Помидоры не растут здесь такие. И Бог нас вывел и самое ужасное, самое ужасное, когда мы смотрим на все эти вещи, которые у нас были в прошлом, на все это зло, и мы ищем все-таки что-то такое маленькое. И я вот это вот маленькое, что-то хорошее там было, и мы говорим, вау, как там было классно. И для Бога это очень больно. Написано, что вот в тот же момент, на месте, Моисея слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь и шатра своего, и сильно восполовенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И Бог, и Моисея, они просто не могли поверить, потому что они слышали, и почему такой характер у нас. Почему мы не меняемся? Почему мы помним всякую неважную ерунду? И это то, что привлекает нас назад. Я хочу ободрить вас. Если вдруг с вами это происходит, вспомните тоже все зло, которое было там. Вспомните все зло, которое было там. Вспомните как Бог вытащил вас и какие чудеса Он совершил с вами. И тогда вместо того, чтобы жаловаться, начните благодарить Бога. Потому что благодарение меняет очень многое. Благодарение приносит Божье присутствие. Жалобы отдаляют и изгоняют от нас Бога. и только приносит его наказание. Бефилиппус катув коль маше тем осим тасу блит лунот визимот мизимот. филиппийцам все, что вы делаете делайте без ропота и сомнений. Амень. Окей, никуда носефет. Еще один пункт. Мы можем видеть Моисея и ему тоже было тяжело. Он говорит Бог мне надоело. посмотри они не меняются это просто ведут себя как младенцы. Уже столько много дней столько месяцев я хожу с ними. Они видят твое присутствие ты находишься здесь среди нас. Но они не меняются. Я больше не могу. Убей меня. Все у меня сил не осталось. Я их родил всех? Разве эти слова не напоминают нас? Я сейчас говорю про лидеров. мы шортим без шерут миссуям ле орех зман. Возможно людей которые служат в определенное месте в определенное время долгое. Иногда приходит момент когда ты говоришь что у меня уже нет сил. Это не кризис в вере. Потому что он продолжает верить в Бога. Но это кризис в твоем служении. Ты говоришь люди просто ужасные. Все что я делаю ничего не меняется. Как было так и осталось. Я вкладываю свое сердце и не вижу никакого изменения. Я не вижу никакого плода. У меня нет сил. Ответ Бога не говорит хорошо Муша выходи на пенсию. Ты прав иди все оставь их. Бог наоборот ободряет его. Он говорит я дам тебе помощь. Возьми еще людей не делай это один. И то что я хочу сказать нам иногда мы все несем на себе сами. Иногда поймите Бог хочет чтобы вы продолжали даже если твое служение зависит от тебя Он хочет чтобы вы продолжали. Он знает насколько тебе сложно. Он идет с тобой там он плачет вместе с тобой и он готов помочь тебе и поддержать. И сегодня он просто призывает всех ободриться. Продолжайте служите мне. Даже если вы не видите много плода сейчас продолжайте вперед. Это важно. Есть цель. есть что-то намного большее что произойдет потом. И что я хочу сказать людям которым сложно в служении придите к Богу не в жалобе но с просьбой о помощи. Это очень разные вещи. именно когда ты просишь помощи отец помоги мне наполни меня силой. Даже если вам сложно и вы падаете скажите ему можно ему это сказать. И очень важно чтобы вы сказали ему. только чтобы эти жалобы не переросли в злой ропот. Но чтобы эти жалобы были в просьбах о помощи и обновлении сил. Последний пункт. Мы сейчас откроем 12 главу. И упрекали Мирьям и Моисея за жену Ефия Планку который он взял ибо он взял за себя Ефия Планку и сказали одному Моисею говорил Господь не говорил ли он и нам и услышал сие Господь. Вот что-то другое немножко но здесь также жалуются на человека. И эта жалоба заканчивается тем что Мирьям Бог посылает на нее по проказу. И мы очень много говорили о том что могут к чему могут привести сплетни и злой язык. Но здесь я хочу показать Они упрекали его не за то, что она именно темно-кожая, а проблема была в другом. Очень многие толкователи сходятся на том, что с тех пор, как они поженились, и у них родились дети, он постоянно занимался народом. Он постоянно служил. И он не уделял время своей семье вообще. И здесь я сейчас не говорю про то, как это относится к нашим семьям. Очень важно, чтобы мы заботились о своей семье. Очень-очень. Что служение, чтобы не вставало выше семьи. И я не говорю, насколько она права в этих словах или нет. Но здесь есть кое-что другое. Посмотрите, что там потом она говорит. Он говорил, разве одному Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? Это Мириам. Так что Мириам и Аарон, они немцаем в статусе очень-очень-очень. Подумайте, Мириам и Аарон, они очень, у них был высокий статус. Аарон был первосвященником, самым высоко стоящим и близко стоящим к Скини Завета и Святому Святому. А ю мы хабдим ото? Его очень уважали. Есть лома мад меот гавуа. У него был высочайший статус. У шама яхад им Моше вераа, от коля несим, в Илухим дибер и лавгам. И вместе с Моше он видел все чудеса, и Бог да говорил ему тоже. Мириам. Мириам. А старшая сестра их. А Мириама это невия. И она была пророчицей. Какое пророчество было у нее. И она могла подойти к этому месту и сказать, Тахферу по бор, есть там маем. Здесь копайте, там есть вода. И без нее израильтяне не могли двигаться и искать воду. Вы помните, что когда народ перешел Красное море, Мириам первая начала восхвалять Бога. И также она была очень уважаема среди народа. Азинни אומרет, Гамани и Гамата Аарон, Есть лану мамад гавуа. И здесь она говорит, Смотри, Аарон, и у тебя, и у меня очень высокий статус. Илухим бахар гамбану. Есть лану еда. И нас Бог избрал, и у нас есть от него знание. Есть лану Ахвана мейлухим. У нас есть направление от Бога. Есть лану невуа мейлухим. И у нас есть пророчество от Бога. Не только ом уши. Почему я это рассказываю? Иногда в нашей жизни Мы смотрим, как какая-то грубая или какие-то лидеры вели себя. И мы начинаем их судить. Судить и говорить, зачем они так делали? Почему они так поступают? Можно было поступить вот так, по-другому. Немного умнее. Немного умнее. Или вдруг ты делаешь какой-то опрос. Да, ты просто начинаешь делать опрос среди людей. И тогда ты говоришь, дайте все, скажите свое мнение. Какое нам событие сделать? Что стоит сделать сейчас? Или куда нам стоит все общины отправиться в отпуск. Или какой кружок новый открыт для детей. И вдруг каждый говорит идеи. Выбирают какую-то одну идею. И тогда человек говорит. Но я сказал что-то другое. Или он сказал что-то другое. Почему выбрали именно это? Это хуже всего. Или могли сделать по-другому. Это то, что делают Мириам и Аарон. И самое ужасное, что они действительно имеют мудрость. И они имеют понимание. И они действительно приближенные к Богу. И иногда мы находимся в состоянии, что мы, да, приближены к Богу. У нас с Ним личные отношения. Но мы даже в таком состоянии можем судить и осуждать кого-то. Потому что я думаю, что из-за того, что я настолько приближен, то у меня есть мудрость и знание. И, скорее всего, мои мысли, они правильные. Но вот ответ Бога. Почему вы говорили так? Почему вы так, как вы посмели говорить так на моего раба Моисея? Я говорю с ним лицом к лицу. Мы часто не знаем всей картины и всей поднагодной, почему люди поступили так или иначе. У нас нет всей картины. И иногда Бог открывается кому-то сделать определенные вещи. И тогда он идет и делает это. Потому что Бог говорил с ним. И ты тот, который стоит со стороны. И опасаясь от того, чтобы не осуждать его. Потому что ты не понимаешь. Ты не получил то же откровение. И если ты будешь судить, ты можешь получить наказание от Бога. Это последний урок здесь. Не судить людей. Не судить лидерство. Возможно, всегда есть другие пути, которые получше, которые можно было бы по-другому сделать. Но у каждого есть свое направление от Бога. Это четыре пункта, которыми я хотел поделиться с вами. А Аарон получил намного более великую возможность. Быть знаком и быть светом для всех. Потому что он не допустил в свое сердце какую-то первичную зависть. Тлунот, раот чел анашим. И ропот, и плохие слова, и жалобы людей. Лишанот это офи, лишанот это кивуна махшава. Нужно изменить характер и направление мыслей. Лирот это матара, гдоля. Увидеть большую цель, и учить, и стремиться к этой большой цели. Вместо того, чтобы говорить зло, благодарить Бога. Не смотреть на маленькие вещи, которые были в прошлом. Но смотреть на то, что было плохо, и благодарить Бога за то, как он поменял все. Моисей. Таво, לפне Иллюхим, тагидат, кама каше лиха. Он хочет, чтобы ты продолжал. Он хочет дать тебе силу и обновить тебя. Мирьям и Аарон. Мирьям и Аарон. Даже если ты избранный. Даже если ты думаешь, что у тебя есть вся мудрость. Не суди никого другого. Потому что Бог к нему тоже говорит. У Него есть свое откровение. Это четыре вещи. Давайте мы встанем и закончим молитвой. Аллилуйя, Абину Малкейну. Мы благодарим Тебя за Твоё Слово. И я молюсь, чтобы Ты помог нам совершить его в нашей жизни. Чтобы это дало нам ободрение. И новую силу. Помоги нам быть перед Тобой открытыми. Прийти к Тебе. Молиться Тебе. И все то зло, которое есть внутри нас, принести перед Тобой. Мы хотим изменения. Потому что ты вывел нас из рабства. Не из рабства египетского. Но из рабства греха. И ты направляешь к нас к Небесному Царству. И этот путь иногда сложный. И есть люди, которые вокруг нас влияют на нас. Мы просим силу и помощь у Тебя. Помоги нам, чтобы на нас не прилипались вещи других людей. Но чтобы мы прилипались к Тебе. Мы просим во имя Ишуа, Мессия. Твою силу для нас. И Святой Дух. Во имя Ишуа, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok